Екатерина Александровна Михайловича, я с вами накладываю вас у личности теста категорикого режима Васильевича Евгеньевского, Валентина Андреевна. Заткается Степанова и Надежда Сергеевна. Пожалуйста, пожалуйста. А я не могу из-за того, как там же у Сергеевна. Нет, у Надежды Сергеевны. Здесь можно использовать. А потом меня, да? Я все отъявлю, вы не поддерживаете. Ну, то, что у Улькова и Андреева, особенно на роде Женева, было очень общее и много, и в отчестве, и в личной жизни, наоборот, в нашей главе не стоит, потому что на этот счет существует много исследований, особенно после публикации своего второго тома, литературного наследства и статьи уступительной Ксении Муратовой, все это становится ясно. Но, тем не менее, вот на нас же является поставление исповедения Горького и Жизни Василия Филийского достаточно, ну, современный такой поход. И тут есть несколько положений, на которые я хочу опираться, когда буду доказывать эту точку зрения. Ну, в первое положение Горького и Жизни Василия Филийского и Горького утверждают наличие этих точек пересечения в философско-религиозном поиске писателей. В одном из старинных Лежегородских донос была найдена рукопись рассказа Андрея Горького и Жизни Василия Филийского над названием «Надпись Алексея Максимовича Пеша». В конце рассказа «Алексеюшка, днем окончания рассказа я поставил 12 октября, когда читал его тебе. Того, что ты сказал тогда, не принимаю, не могу принять, но постараюсь, чтобы это немного было правдой». Крепко жил уроку твой Леонид. В недавнем прошлом директор дома-музея Горького в Нижнем Новгороде, Татьяна Рыжова, сообщая об этой находке, пишет. Рассказ «Жизнь Василия Филийского» ценен тем, что он самым тесным образом вплетен в личные отношения Горького и Андреева. Жизнь Василия Филийского, Андреева и Иискова Горького, выжидает если не близость, то наличие точек пересечения в их философско-религиозном поиске концепции личности. А если учесть, что рассказ Андреева был написан в 1903 году, то становится ясно, что это Горький следует за Андреевым и привезет к ним. Что именно Горький сказал тогда же, как в этой записке, в этом посвящении написано, становится ясно из преимущества Горького и его комментарии к Андреевскому рассказу. Так, Людмила и Иоанна Дрогов в своей книге пишут, что рассказ Горького «Жизнь Василия Филийского» вызвал восхищение Горького. Андреев сомневался в качестве написанного, но именно Горький, прочитав рассказ, вернул ему веру в себя. Глупше, яснее, серьезнее он еще не писал. Очень, очень крупные вещи. Из письма Константину Петровичу Пятницкому Горький пишет. Подобные характеристики уста Горького, у которого в этот период разладились отношения с Андреевым, свидетельствует о действительно высокой оценке им Андреевского рассказа. На счетовый опыт. Сопоставление Горький и Андреев характерно для критиков как начала XIX века, так и современных. Критика по-разному оценивала и оценивает рассказ Андреева. Короленко писал, что своим рассказом Андреев разрешил вечный вопрос человеческого духа и его искание своей связи с бесконечностью. В повести видели протест против любой религии. Николай Минский колебали мировую геоздущую позитивизму Горький Чулкова. Критики отмечали пессимизм повести и при всем сострадании в человеку, не верив в душевство добра и справедливости юзуитов. Слушай, неоднозначно, критика оценивает искание горького спорта. Так Горький Чулкова считает, что Горький показывает людей, которые не могут изменить христианским заповедям и страдают над умом совести. А Микола Минский и не повторяй его герой, провидеевский проговорочный. Келдыш Карасимов Александрович, прощаясь к монокаре английского литературеда Вудварда, Реонид Андреев, который был основным правдой в том, что в жизни отступил. Духовный кризис современной личности исследователь видит в ее отпадении внутреннего физического единства бытия. Вот это отпадение внутреннего физического единства, мы видим в его поле, и в его поле. В исследовании Тамарченко, главных, посвященных Андрею Мурголькову, явно прослеживается в оставлении и отношении авторов к вере и религиозном поиске героев. И там, и там отмечены параллельно между историей героя и притчей о воротах. Тем не менее, отец Василий и Матреев отвечают от этого в отсутствии сменения и жертвенности. Они стремятся на эти справедливые существования, которые связаны с системной герой Геннабу, Кусинком, по послушанию к Апробову Масягину Андреева, или по патемистскому отношению по обитателям института Абихи Антония Мордалина. В следовании герской следовательницы верной силы, Геннабу Николаеву, Геннабу Николаеву, отмечают полемичность произведения Андреева по отношению к Геннабу. В исповеди видит полемикус с сабой стеной, а глубинные классные мои записки хранят следы ответного отклика на исповедь. Странно, что в этом перечне не отмечена полемичность в исповеди по отношению к жизни Василия Геннабу. Впрочем, дарим установление фактов скрытой полемики, исследователи не идут, представляют читателю самому разбираться. По таким вопросам писатели реализируют. Автор не первых критических работ, обратившись к составлению Горьки и Андрееву, интерпретаторами их отчества Горько называет Александровна, Боговна, 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 Заредко, Измайлова и так далее. Следующий вопрос. Сближает данные произведения Горькова и Андреева проекции «На житие». Первоначальник Горькова хотел назвать «Поведь житие», та же мысль была и у Андреева. По обоих проекции «На житие», воспитания героя, тема учительства, дабы жизненного пути. Герой Горькова, как и Герой Андреева, ответов искал. Он исповедь и отражал путь поиска Бога. Оба героя проходят войдя по этого поиска. Сначала сомнения, крайне течественными инициативами, я верю. Матвей считает себя человеком особенным, намерение в своих руках не ставить свой вопрос повыше всех. Я цитирую в этом. Это же качество отвечает и Василия Филейского. Новый этап начинается с ощущения отства всех людей, и это отвечает Матвей Филейского, который, уверуя в свою измену, все больше отталяется от людей. У Матвея происходит переход от любительного сознания в духовное общество с ногами. Следующий пункт. Религиозный поиск будет при Андрееве во многом, как и пределён в Толстой. Грусянин в книге 19-го года «Леагитарные и жилья творчества» пишет, что, следуя увлечением Андреева Гармана, Шапенгарова, Ницше, на первый план выступил в Толстой со своим углоном властной мутопической проповедью. Увлёкся я произведениями Толстого, в чём моя вера, увлёкся я, потому что делал книгу великих исками, прочёл, но вера Толстовский целиком не раскрыл, цитирует Древа Грусянина. Несомненно, что название повести Горького прямо вращает нас к измени Толстого, но известная, не слишком, так сказать, положительная рецепция, которую Толстой дал, прочитав исповедь Горького. От Толстого к Горькому и Андрееву ведёт не только тему одинокого многолёдного человека, но также рождаемый в этом состоянии в бургарическом настроении. Анализируя рассказ Толстого «Смерть Ивана Ильича», Силтан Александрович Келтыш пишет, что мысль о жестокости Бога переплетает Ивана Ильича с мыслью об отсутствии Бога, а ужас молчащего ничтого, подчаявшего себе человека, страшит героев Андреева. Оправдание и возвеличение пункта против молчащего Бога сближает Андрееву и Горького с Толстым-язычником, стихийным Толстым. В исповеди Толстой по-другому исследуют этапы своего любозного становления, поиска истинных знаний, наблюдение за жизнью людей, изучение истории религии, изучал и буддизм, и многометантство по книгам, и более всего христианство, и по книгам, уже любилдин, вспоминает Толстой. И только вглядываясь в жизнь простых, неученных людей, писатель убедился, что у них есть настоящая вера, что эта вера необходима для них, и она дает им смысл и возможность жизни. В этом плане Толстому врежет Горький. Если Андреевский герой так и остается одиноким и непонятым, то Матвей вообще не с простым народом обретает смысл жизни и истинную веру. Еще одним толчком к созданию произведений в поиске истинного Бога стало истовить Александра Апокова. Ну, подробно я об этом говорить не буду, это тоже всем известный факт, достаточно подробно об этом написал Ягин Николаевич Афоний наш авторский литератур-вет, известный Андрей Герой еще в 75-м году он публиковал исповедь самого Аполова и комментарий к ней. И известно, что Горький именно так сказать нам набег, именно исповедь Аполова. И Андрей сказал, я напишу о папе, я замечательно напишу, у меня есть своя точка зрения. И вот в 1908-м году, когда, так сказать, разночтения между Андреем и Горьким стали значительными, вот возникла вопрос о том, что надо пополемизировать, пополемизировать со своим, так сказать, товарищем познанием. Герои Горького и Андрея, но вслед за Аполком, нарушают законы Церкви, питаются проникнуть в суть высшего миропорядка и даже по возможности изменить его в пользу человека. Подтверждением того является хоть герой основной этапом духовного перерождения. Перерождение тем учительств, учителя Матвея и Ларион, затем Иона, отца Василия учит прихожане, тайны которых начинают постигать сама жизнь, испытания идеи, смерть близких, наставника Лариона, жены, сына, у Андреева сына, жены, сына, Мосягина, заставляет Матвея и Василия Федеринского усомниться в божественной скрывательной справедливости. Ну, дальше я на текст опираюсь, поскольку у нас много выступающих не хочется их задерживать. Следующий пункт, который тоже следует отметить, мучительное боление Богом это главная причина религиозно-философского поиска героев Андреева и Горького. Мучительное боление Богом страстная религиозная тревога, трепетное беспокойство около больших самых страшных вопросов характерно для героев Андреев, отец Ивана Дима Молчани, с самого наименом и праве, проститутки Паралуновых христианок, Ивана Дима Мелецкого сына Человеческого, отмеченные критикам Вонским еще в начале XX века. Переходят их герои в горьковской исповеди, и, похоже, с Матвея и других искателей веры ее служителей. Первым распознал прекарь Миха, которому Матвей был назначен послушанием. В злобе и ненависть угрожаем убийству Миха гонит послушаем призабительный. За что, спрашивает Матвей, Миха отвечает, ты не покаешься и они простят, а ты, сволочь, хуже всех, не хочу быть обязан тебе, гордец ты и еретик. И действительно, в этот период Матвей, как у Васильевского Андреева, осознает себя нам всеми, остается в полном одиночестве. И, наконец, в итоге религиозного происка. В итоге религиозного происка главное отличие в горьковской концепте человека от Андреевского состоит в следующем. Новый этап жизни Матвеевой начинается с процесса возникновения прибыта новых чувств, которые рождаются от ощущения близости к каждому человеку. И это отвечает горькова Андреева, герой которого, умеравший в своей избране, все больше отдаляется от людей, а ступника от истинной веры видит фивейского староста Копрова, жена фивейского Насти, прихожан. Матвей совершает переход от объединенного сознания, когда опорно людей кажется их узыбкой, в духовной общественности с народом. Василий Фивейский попыток найти общий язык с прихожанами к осознанию полной отродности от людей. Разглашая себя избранником, Василий Фивейский абсолютизирует состояние собственного духа, соотносит его с явлением метафизическим. Единственным собеседником отца Василия на последнем этаже жизни становится идиот, тоже избранник, но сектен и демонический, как и Кощуны Горького, Титов, родных Антоний. Новый храм веры утверждается в душе Матвея Чутов, который помогает совершить новый учитель Иона. Он находит правду и веру в чипы народа в коллективе, отрицая свою прежнюю правду правду одиночества. Идею резонности «я» и могучей силы «мы» явно противопоставлен мега-центризма Андреевского героя. Ему, как герой эксистенциального долга, обязательным условием свободы представляется одиночеством. Согласно философу эксистенциальному существовому, любви и коммуникации растворяют личные чувства множества, нивелируют индивидуальность, поэтому антонийские мультарифы есть, и в том числе одиночество несут, как тяжкое время воспринимают в архатическом состоянии. Если человеку еще можно найти процедент одиночества, ощущение своей бесприемности перед загадочным роком непреодолимым. Оптимистическая концовка и искусств ставит по мысли горького точку у него с Андреевым. Творчество, которое не увеличивает жизни, в жизни положительное, подчеркиваю, не лишь отрицательное, стольное, бесплодное, цитирует Соргий Александрович Леонидович, бесплодное и даже опасное, потому что рождают висимизм и имеют светлые силы и прикасывают духовному оздоровлению общества. Вследствие толсты ментайства пропагандируют зеркнуть Горький противопоставляют практике добрых дел, совершаемых относительно верных народов. Поздравляю за внимание. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Можно очень короткий вопрос? Скажите, пожалуйста, у вас как раз совсем исчезло понятие коллектива, которое так важно для Горького, вот именно в период богостроительства, потому что он практически переносит пределы догона это коллективное начало. Нет ли вот в этом тоже принципиального какого-то исполнения Андрея Горького? По-моему, я говорила коллективное то, что признание личности людьми, даже чудо так не совершает коллектив, стеляет. Для Горького более понятно, что главное это для Сакофе отказ от Горького. Он упрощает несколько всю философию религиозного знания, сознания и так далее. А у Андрея сложнее все. Абсолютно зависит от нас. Все это будет интересно. Мне показалось, что у меня тут есть это. Если нет, добавим. Доработаем. вопросов что вам написать обязательно. Хорошо. Спасибо большое. Это для всего? Да, у меня спрятую поплатить. Врату всего? Нет, не а еще больше. Да, конечно. вопросы, связанные со сходником, будем решать завтра. 30 числа мы просто сделаем объявление. Пожалуйста, Субтитры сделал DimaTorzok